Музыка Привет всем с разрушительной кухни! Сегодня у нас на канале мною обещанный будет домашний хлеб И готовить мы будем сегодня у главного шеф-повара Кадина Юрия Он нам покажет рецепт самого настоящего домашнего хлеба Итак, поехали! Привет всем! Наконец, YouTube добрался и до меня Так, какие нам нужны ингредиенты для нашего хлеба? Ну, как уже было объявлено, готовим мы сегодня хлеб Без дрожжевой, без каких-либо добавок То есть, все натуральное Ингредиенты перед нами Это будет на кефире Желательно обезжиренном Мука двух сортов Ну, основные два сорта Все остальное, такие вкусовые добавочки Которые нам нравятся добавлять в этот хлеб Берем кефир Самое основное Нам надо где-то пол-литра кефира Смотрите, глаз, алмаз Так, все пол-литра Теперь надо добавить сюда Соль Чайную ложечку Соды Соды Сода у нас крымская Может, поэтому и хлеб такой вкусный получается И маслица И маслица Масло Используем Горчичное Еще будем добавлять мед Мы его предварительно Растопили Растопили в теплой воде Потому как потом тяжело его перемешивать Масло Масло Три ложечки Почти то, что надо Сейчас мы это все Взбиваем Или перемешиваем Просто перемешаем Все просто Добавлять муку Духовку нужно разогреть заранее, да? Да, духовку уже, наверное, можно включить Уже можно включать Можно включать сразу Прежде, чем начать готовить Допекается при 220 градусах 220 градусов, полчаса 220 градусов, полчаса Ну, вот видно, что тесто Не тесто, а то, на чем мы будем муку замешивать Оно стало такое воздушное Это из-за соды, из-за меда Ингредиенты Можно добавлять Абсолютно Кому как думать То есть, чтобы Главное, чтобы тесто получилось Правильной консистенции Сколько нужно Два стакана муки Пшеничной муки Это ржаная Это ржаная Как бы Нам понравилась вот такая Цельнозерновая У нее грубый помол И хлеб получается такой Тот, который нам Нравится с детства Тоже два стакана Ну, полтора Полтора стакана Потому что еще будем добавлять Немножко добавим Овсяные отруби Добавим Для полезности Их молоть Нет Это отруби Буквально там Столовую ложку Как вы видите Я сегодня Больше за оператора И ведущего Ну и Кунжут Нужно перемешать И помолоть В мельнице Кунжут И немножко Геркулесовых хлопчик Хлопья нужны Небыстрого приготовления Примерно так Этим не испортишь Мастер-класс Ссылание на канале Сосыпаем Перемешать Соль была Все было Ну и Мешаем Как бы Я еще ищу пропорции Поэтому Не всегда Получается Нужной Вязкости Вязкости И приходится Добавлять Что-то Ну, надо, да Все же я пришел к выводу Что Муки надо всегда Сыпать точно Какими-то нервными Стаканчиками Потому что Это очень Сильно влияет На Вязкость Хорошо тем Что не надо его Там Как-то перемешивать Очень долго Просто смешал Все Все В кучу Видимо Надо Что-то Что-нибудь Добавить Ну вот Если бы Консистенция Была нормальная То Сразу Можно было Это Выкладывать И выпекать Выкладывается Просто на Попробуем На бумагу На бумагу Так Ну что Надо Добавить Ржаной Муки Не попал я В пропорцию Поэтому Видео Будет Чуть дольше Но это я Специально Чтоб Побыть Звездой Ютьюба Некоторых Вот уже Что-то Так что Давайте Обязательно Ставьте лайки Он должен Быть Такой И пробуйте Готовить Сами Вязки Достаточно Очень Близко Что-то Еще Чуть Да Мама Там С дивана Видит Какой Вязкости Грамотные Телезрители Вернее Да Зрители Сейчас Шеф-повар Оценит Качество Мне кажется У нее Чуть Буквально Еще Так Чуть Все Ну а пока Могу анекдот Рассказать Не нужны люди Давай Анекдот Анекдот Для ютуба В общем Женщина Заходит В секс-шоп И говорит Так Мне пожалуйста Вот этот Черненький Вот этих Два Беленьких И вон тот Красненький Продавец Говорит Вы знаете Черненький И Беленький Не вопрос А с огнетушителем Мне нужно Консультироваться С руководством А насчет огнетушителя А не тот Когда будешь Рассказывать А это правда Жизни Скажи А не тот Когда Ставьте лайки Если вам было смешно Или дизлайки Флеп Флеп будем Выпитать На противень На пергаментной бумаге Я ее достал Сейчас Отрежем Кусочек Положим Ну вот Примерно Такая Консистенция Хотя Мне кажется Что можно Было Быть Чуть Гуще Выкладываем На стол Тарелку Выбрасываем Мы каждый раз Покупаем Новую тарелку Экопластик Ну Наверное Нормальная Консистенция Это Еж Чуть дальше Попадили Иначе сейчас Все на говре будет Поформируем Теперь Продолговатый Хлебушек Его Удобно Потом Делить В семье По крайней мере В записи Вот Как-то так Худее Надрежем Мука Лишни Не бывает Наверное Все же Конечно Надо было Чуть 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 Гуще Тесто Но Не важно Аккуратненько Аккуратненько Конечно Все же Жидковатенько Жидковатенько Чуть Нормально Сейчас поправим Снова Вот такая Лепешка хлебная Ну и все Отправляем На полчаса В духовочку Духовка Как я говорила Предварительно Подготовлена Разогретая Вуаля Вот так И на сколько Мы отправляем В духовку Отправляем Наше тесто На полчаса В духовку Температура 220 градусов Ну что Вот и прошли Полчаса И мы сейчас Будем доставать Наш хлеб Фантастически Красивый Выкладываем Его На доступ И накрываем Полотенчиком Накрываем Полотенчиком Чтобы он Дошел Вот Основной Секрет Вот и все Хотя Можете еще Полюбоваться Я Приоткрою Вам Чуть Чуть Стыда Попки Чуть Чуть Попки Супер Ну что Ребята Смотрите Вот хлеб Приготовился Вот такой Красавец Вот так Вот он Выглядит Сейчас Мы его Будем Пробовать И Посмотрим Что из этого Вышло Ну что Идем Поможешь Мне Мне Достойно Честь Разрезать Хлеб Так Ну что Ребята Вот Наш хлеб Готов В общем Надеюсь Вам понравился Рецепт Много Отца В общем И мамы Готовят Такой хлеб Раз в три дня Или чаще Чаще Нет Раз в три дня В общем На три-четыре дня Да Такой булки им хватает Где-то на три-четыре дня И он В принципе Не портится И всегда вкусный Вот Ну что Увидимся На разрешительной кухне Субтитры сделал DimaTorzok